Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Маргарита Халиман, пресс-служба Дальневосточного Таможенного Управления. 120 капсул с сибутрамином обнаружили сотрудники Дальневосточной Оперативной Таможни у гражданки РФ. Более 28 тысяч единиц контрафактной продукции выявили уссурийские таможенники в первом квартале 2024 года. Экспорт соя из России в Китай в регионе деятельности Хабаровской Таможни в 2024 году увеличился в три раза. Препараты, содержащие сибутрамин, обнаружены в личных вещах у 58-летней гражданки РФ. Сильно действующие препараты таможенники обнаружили при контроле туристов и багажа в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У гражданки России, которая возвращалась из поездки в Китай, таможенники в ее сумке обнаружили три картонные коробки с капсулами, всего 120 штук. При проведении экспертизы выяснилось, что капсулы содержат сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой 21 грамм. Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, свободный оборот которых на территории России ограничен. Кроме того, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей, которые уведомили ее о недопустимости ввоза и оборота на территории Российской Федерации препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. По факту контрабанды сильнодействующих веществ, Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданке грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы. 28 364 единицы контрафактной продукции выявили уссурийские таможенники в первом квартале 2024 года. Данную продукцию пытались ввести из Китая в Россию с нарушением законодательства в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Как рассказала начальник отдела запретов ограничений и товарной номенклатуры уссурийской таможни Наталья Дикова, сотрудники таможни и таможенных постов принимают все меры, направленные на предотвращение ввоза контрафактной продукции, которая может нанести вред здоровью. Номенклатура контрафактных товаров – обувь, одежда, игрушки и туалетная вода. В первом квартале 2024 года за незаконное перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, уссурийская таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В отношении всех задержанных товаров были приняты решения о конфискации. Более 66 тонн сои оформили на экспорт в Китай хабаровские таможенники в первом квартале 2024 года. Это в три раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Лидером по экспорту сои стала Амурская область – более 45 тысяч тонн. Остальной объем экспорта приходится на еврейскую автономную область – 20,5 тысяч тонн. Экспортные поставки сои в Китай в регионе деятельности хабаровской таможни демонстрируют стабильный рост с начала 2023 года, когда в целом за год объем экспорта по сравнению с 2022 годом вырос в 3,5 раза.